Субтитры делал DimaTorzok Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новое видео. Видео будет довольно-таки необычно, возможно, пацаны, это станет новой рубрикой, но это уже будет зависеть от вас. Давайте так, если вы набираете под этим видео 150 лайков, я делаю это рубрикой. О чем я имею ввиду, я сейчас, пацаны, объясню. Но перед этим я хотел бы напомнить, что у меня есть свой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм, на пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Мазин Холиплей. Итак, давайте объясню, в чем будет суть рубрики. Но если, конечно, это станет рубрикой. Еду в автосалон, покупаю дешевую машину, как раз у меня сейчас слоты есть, в принципе, и я могу себе это позволить. Получается, у меня сейчас есть АК, я ее забирал на стриме, с рулетки, в принципе, и сегодня в этом видео я хочу ее полностью затюнинговать. Рубрика будет называться обычно, просто полный тюнинг, вот и все. Получается, я приезжал в автосалон, самая дешевая машина у нас в автосалоне, это получается АК. И потом, так постепенно я буду покупать машины подороже. То есть, там, АК купил, потом машина подороже, ее купил. И так, до определенного бюджета, допустим, 500 тысяч, я буду так полностью затюнинговать машины. Сегодня первая машина у нас будет, это, получается, Лада АК. Ну, я думаю, все понимают, что это за машина, в принципе, и поэтому сегодня мы будем в нее кладывать деньги. А именно, я хочу сделать полный тюнинг, прям полный-полный. Потом, что я буду делать с этими машинами, если это будет рубрикой. Я либо их буду копить, там, три машины накоплю, разыграю их на стриме, либо просто буду дарить рыжикам. Можно будет так сделать. Можете, кстати, написать в комментариях, как бы вы хотели, куда я эти машины бы девал. Короче, давайте сейчас поедем в автосалон, я вам чуть подробнее объясню. Все, я приехал, получается, в автосалон, и оказывается, самая дешевая машина, это Запорожец. Ну, одна из самых дешевых, видите, вот. Один Запорожец, второй Запорожец, и за ним уже идет АК. Ну, АК это, знаете, так, более, не знаю, даже лучше, чем Запорожец. Ну, хотя Запорожец мне больше нравится, и он быстрее, по идее, но, как бы, у нас АК. У меня есть АК, в принципе, которую мы в этой серии будем тюнинговать. Если все-таки вы наберете 150 лайков, то серии по этой рубрике будут выходить раз в неделю. То есть, одна серия в неделю будет выходить. Вот, смотрите, сегодня мы тюнингуем АКУ. Следующая машина, там, например, будет, допустим, ну, не Таврия, понятное дело, какая-то другая машина, допустим, УАЗик. Потом, следующая машина у нас будет, давайте будем брать замененные просто машины, нестандартные, которые там есть, Запорожец, Москвич, там, и так далее. Будем именно брать машины, которые заменены. Потом, допустим, в следующей серии будем тюнинговать двенашку. Потом, идем дальше, что у нас тут еще есть. Следующая машина у нас, например, будет, допустим, Пятерочка. Потом, следующая тачка у нас будет, например, Шкода, вот. Если вам реально это зайдет и будет хороший актив, много лайков, то я буду машину там покупать до миллиона, потом возможно дороже и так далее. Просто реально можно было бы сделать очень прикольную рубрику, называлась она бы просто полный тюнинг и все. Беру вот например разные машины до миллиона, буду их полностью тюнинговать и будем смотреть что из этого получается. Возможно кто-то какую-то машину для себя найдет, понимаете, ну это реально прикольно, потому что много новичков есть. Многим интересно как эта машина будет себя вести в полном тюнинге, как она будет выглядеть там и так далее. Поэтому я считаю что рубрика реально была бы очень классной. Поэтому пацаны, если вам нравится эта тема, то обязательно поставьте лайк и не забудьте еще подписаться на канал. И можете писать свои идеи в комментариях, может быть у вас есть идея как вообще доработать эту рубрику. Я готов выслушать любое ваше мнение, ну понятное дело что адекватное мнение. Все пацаны, теперь я получается еду домой, беру аку и встретимся уже возле СТО. Тут короче пацаны я ехал, получается в СТО и у меня в АКЕ закончился бензин. Я выезжал, у меня было 15% бензина и в итоге я не доехал. Я доехал только до домиков где дальнобойщики, вот за базу дальнобойщики здесь и домики и получается здесь я заглох. Тут моя тачка стоит, большое спасибо Александру вот этому на Porsche Panamera, спасибо, давайте напишем ему спасибо большое. Он наверное не понимает то что у меня АК типа все дела. Он наверное сейчас подумает что я сошел с ума просто, а то блин меня никогда на АК в принципе не видели, реально. А тут я просто на АК катаюсь, с канистры ебать, на варечке чисто встал. Он там возле заправочки стоял, я его попросил, он меня подвез, реально от души просто чуваку. Чтобы вы понимали пацаны, эта херня очень медленная просто, эта АК очень медленная, но надеюсь чип это исправит. Потому что, да, я буду на нее чип ставить, я буду просто ставить все что есть, все что есть, я все на нее поставлю, что есть в СТО. В принципе едет она пацаны 49 километров. Фух, наконец-то я доехал до СТО, пацаны, я вообще забыл деньги снять, поэтому пришлось доехать в банк. У меня на руках есть 800 тысяч, надеюсь мне на тюнинг АК этого хватит. Давайте я покажу где находится СТО, возможно кто-то не знает где находится бизнес нашей семьи. Пишите GPS, потом убирайте 6 пункт бизнесы и убирайте 5 пункт СТО. И вот 33 бизнес, это именно бизнес СТО нашей семьи. Также есть у нас бизнес еще в южном, тоже СТО за ДПС, поэтому можете приезжать либо в Арзамас, либо в южный. Все, заезжаем в тюнинг и смотрим что у нас здесь есть, давайте ее починим, чтобы она у нас красивая была. 5000 ремонт стоит, вообще изи пацаны. Перекрасить авто, покрасочных работ нету, я уже смотрел. Так, диски, азот, гидравлик. Давайте я думаю сначала диски поставим, а потом уже будем перекрашивать машину. Так, диски, ох, тут конечно выбор будет сложный я думаю, какие сюда диски поставить, потому что, да, они как бы все большие, но похер. Реально, можно было бы разварки поставить, но мне вот эти диски нравятся, вот 14 получается и вот эти тоже неплохие. Вот 14 и вот эти довольно-таки неплохо смотрят. Давайте я думаю вот эти поставим, хотя ладно, давайте эти поставим, 10 тысяч они стоят, покупаем. Так, идем дальше, теперь можно красить. Я уже знаю какой цвет будет, ну я не уверен, что ей подойдет, но давайте попробуем. Во, кстати неплохо смотрится, золотые диски, сама тачка такая фиолетовая. Так, покупаем, отлично, 15 тысяч стоит покраска. Так, теперь азот, азот стоит 10 тысяч, а разве на нем можно азот купить? О, в натуре на нем можно азот купить пацаны, я думал нельзя. Так, ядра блика стоит 10 тысяч, тоже ставим. Так, дополнительная, чип тюнинг пацаны, сейчас вы просто охренеете. Чип на нее стоит 250 тысяч. Я не знаю почему так дорого, потому что чип стоит в 5 раз дороже, грубо говоря, чем машина. Я не знаю с чем это связано, скорее всего это бах. Я напишу наверное скриптером азинга, чтобы он это пофиксил, потому что я теперь понимаю почему на оке никто не ездит, потому что здесь чип стоит 250 тысяч. Но мы все равно его поставим пацаны. Так, все, я купил чип, я не знаю сколько у меня денег осталось. Так, сигнализация стоит 75 тысяч. Да, я знаю, бесполезная тема, но все равно я ее поставлю, потому что у нас должен быть полный тюнинг. И антирадар стоит 50 тысяч, тоже покупаем. Все, я вроде бы все поставил. ПОДПИШИСЬ! И так, в итоге меня крашило, но слава богу, что запись записалась. В принципе, я там кусками специально снимаю, чтобы если даже крашит, то чтобы запись хотя бы сохранялась. И так, вот такая вот пушка пацаны получилась. Я вот посмотрел, когда я заезжал в их сту, у меня было 800, по-моему 30 тысяч. И выехала я, у меня осталось 403 тысячи. То есть 427 тысяч я потратил на тюнинг этой машины. 427 тысяч просто вложить в окуп, пацаны. Это реально очень жестко. И знаете, что самое хреновое просто? Я сейчас вам покажу. Садимся просто в машину, получается. У нас же есть сигнализация, поэтому заводим двигатель, тачка у нас закрывается. Да, здесь стоит нитро, но в том прикол, что максималка не увеличилась почти. Как видели, я ехал, и максималка была 49 километров в час. Это просто капец. Я поставил чип за 250 тысяч, и у меня максималка увеличилась только на 6 километров. Понимаете, на 6 километров всего лишь. Я думал, она где-то под соточку будет ехать. Ну километров 70 хотя бы, реально просто ни о чем. Тачка мне нравится. Если бы еще на нее винилы добавили какие-то, ну не прямо охуенный винил, но хоть какие-то винилы. Если бы на нее добавили, и чип бы пофиксили, чтобы он столько дорого не стоил. И максималочку хотя бы на километров 20 увеличили бы, тачка была бы реально очень классная. Ну внешний вид реально получился, в принципе, вот такие вот диски прикольные. Цвет прикольный, она без номеров. Ядра в лика стоит, стоит нитро. Ну нитро вообще до жопы, серьезно. И чип тоже до жопы. Как бы бесполезная тема, поэтому пацаны. Я сделал полный тюнинг, теперь все зависит от вас. Если вы наберете здесь 150 лайков, то я сделаю это рубрикой. Можете прилагать машины, кстати, в комментариях, какие затюнинговать. Можно будет взять Логан, либо Приору, либо еще что-то. И сделать полный тюнинг. Именно суть рубрики в том, что я буду брать машины, там до миллиона. И полностью их тюнинговать. Я считаю, что это очень круто. Реально очень прикольная рубрика получится, я считаю. Тут уже реально все зависит от вас. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите, как вам, в принципе, АК. Получилось прикольно, не прикольно? Предлагайте свои идеи в комментариях. Можете писать, как мне доработать эту рубрику, если все-таки это будет рубрикой. Ну и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok